Всем доброго трямса, добро пожаловать на канал Андрея Грини и в замечательную игрушку Айлэнд. Вы помните, что мы занимались здесь строительством, я сделал мастерскую, я начал строить трактир, но внезапно я получил известие через почтового голубя, которого случайно замочил, приняв за утку. В общем, появились новые острова, появились другие люди и, наконец-то, я здесь не одинок. Ну, за исключением тех людей, которые сидят вот там вот на горе. Поэтому я решил собраться в путь, загрузил корабль всеми необходимыми припасами, включил двигатели, а их у нас тут целых четыре, и отправился навстречу приключениям и новым островам. Навстречу закату. И чайкам, которых в небе просто не было. Но все оказалось не так радужно, как я планировал. По дороге я попал в большой шторм, мой корабль сел на мель и был довольно сильно поврежден. А я потерял карту и оказался на каком-то совершенно непонятном необитаемом острове. Боюсь, что теперь нам придется начинать все заново. Или пытаться найти дорогу домой. Но это вряд ли у нас получится. Ох, как пострадал мой кораблик-то, а. Кругом дыры, палуба пробита. Но какие-то станки, а главное двигатели, у нас целые. Ну, а палубу всегда можно починить. Или провалиться вниз. Ой! Главное, груз. Сохранился ли груз? Да, груз сохранился. Слава богу. Слава богу, груз сохранился. Картины, золото, монеты. Все сохранилось. И корабль вроде как на ходу. Кстати, вот арбалетик нам, я думаю, что пригодится. Заново теперь вооружаться. Заново все делать. Так, удочка, железная пила. Все это тоже нам будет нужно. Но пока давайте мы это все сложим как-нибудь поаккуратнее. Помповое ружье. Кстати, подождите. Давайте мы... Конечно, у меня патронов надолго не хватит. Но давайте мы все-таки возьмем патроны. Помповое ружье. На единичку поставим. Слушайте, а патроны-то... Патроны-то я с нами в путешествие взял или нет? В общем, придется осваивать эту часть океана, в которую мы попали. И желательно не проваливаться под палубу. Тут у нас металлы. Да, металлы есть. Даже шкура медведя с нами перекочевала. И самое главное, у нас есть весь инструмент. Ну или почти весь. Поэтому давайте мы его забираем. И есть одежда, которую я снял, чтобы она меня не утопила. Потому что, вы сами понимаете, в жесточайший шторм ходить в железе, наверное, не самая лучшая идея. И если, мало ли, забор смоет, то мало не покажется. В общем, хотя бы частично мы с вами начинаем не с нуля. Что-то у нас уже с вами есть. И будет уже немножко попроще. Но делать все равно придется очень много всего. Для начала надо провести... Блин, для начала надо окна починить. А то тут дует. Дует? Вот дует. Ой. Пойдемте посмотрим, что у нас есть еще. Что я взял с собой, что я с собой не взял. Ну, если что-то я не взял в это путешествие, то придется все это делать заново. Самое главное, что я совершенно... Так. Ну, патроны у нас есть, ребят. Вот это тоже с собой пригодится. Гвоздики с собой пригодятся. Есть у нас ткань. Карты. Карта. Самое главное, что у нас пропало, это карта. Но зато есть еда. Это тоже неплохо. Для начала нам придется обосноваться где-то здесь на корабле. Как я понимаю. О, блин, уже хочу есть. Сделать необходимое. Ну, необходимое нам, по идее, что? Починить корабль. Кабль надо починить обязательно. Как же пускаться в дальнее плавание, да без корабля? И сделать карту. Вот карта это просто... Карта это просто наше все. Камбус у нас есть. Так. Весь ли инструмент у меня есть? Вот в чем вопрос. Так, давайте. Ну, топорик и пилу мы сюда поставим. Кстати, вот лучше мы вот так вот разместим. Это все безобразие. Дальше у меня нету... Походу дела у меня нету кресала. Или что там у нас? А, не-не-не-не-не. Все есть. Все, все есть. Все имеется. Это давайте сюда обязательно разместим. Деревяшка есть в каком-то небольшом количестве. В общем, я надеюсь, что мы не пропадем. Инструмент, как я понимаю, весь есть. Пилу только надо будет починить. Кстати, насчет починки. Базовый набор инструментов. Любая веревка нам нужна. Веревок у меня нету с собой. А что там еще-то нужно для базового набора? Палка, деревяшка. Все. Все остальное у нас имеется. Ой-ой-ой. Как же так-то? Как же так? Все пропало. Все, что нажито не по сильным трудам, все пропало. Но зато надеюсь, что мы с вами сможем найти новых людей. Лопату отдай. Лопату отдай. Новых людей. Потому что, как было сказано в письме этого почтового голубя, которого мы случайно замочили, новые люди живут только на новых островах. Поэтому пришлось отправиться на поиски этих людей. Кстати, что нам еще нужно? Я думаю, что мы не скоро сможем делать с вами порох и патроны. Поэтому нам надо переходить на что-то другое. На какое-то другое вооружение. И нам надо будет сделать различные... Так, 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 так. Сумочки. Вот сумочки. Мне интересно. Блин, да. Суп. Мешочек. Что там нужно для мешочка? Для мешочка нужен набор для шитья. Ну, это, кстати, не такая большая проблема. Надо насобирать будет травы, потому что нам нужны веревки в любом случае. И нам надо будет насобирать картофеля. Посадить картофель. Потому что им самое лучшее питаться на начальном этапе только... Да и не только на начальном этапе, на самом деле. Кабанчика, конечно, тоже можно привалить. У нас, кстати, да. У нас же даже бур с вами есть. Так что мы, в принципе, живем неплохо. Правда, бур, я не знаю, заряжен ли он. Зарядить мы его не сможем. Заново. К сожалению, увы и ах. Зарядить мы его не сможем. Заново. Ближайшие, наверное, в ближайшие дни я буду путешествовать по островам в поисках других людей. И в поисках места, где мы с вами будем строить наш небольшой городок. К сожалению, увы и ах, я надеялся, что мы найдем других людей, что они придут к нам на острова. Но они не пришли к нам на острова, к сожалению. А живут они исключительно на других. А вот волки нам здесь совершенно не нужны. С другой стороны, мясо и шкуры. Вещь полезная. Потрошек у нас всего 73 штуки. Поэтому об этом не стоит забывать. Здрасте, приехали. Ты перезаряжаться собираешься, родное сердце? А, перезарядился. Да откуда ж вас столько-то? Кстати, похоже... Мать твою за ногу. Да ему вообще фиолетово. С другой стороны, мясо и шкуры лишними не будут. Это очередной у нас волчий остров. Как видите, здесь очень много волков. Но, по-моему, по-моему, если их всех перестрелять, то новые появляться не будут. Поэтому... Поэтому потратим это количество потрошек. Для того, чтобы спокойно здесь обжиться. Чтобы нас тут никто не беспокоил. Ну и собираем еще вот это все дело. Швейный набор нам нужен будет. Нам нужны будут палки. И нам нужен будет швейный набор. Для того, чтобы сделать мешочки. Потому что я хочу сразу же все вот контейнеры. Михаил. Да он даже не просыпается. Ядрить, мадрить. Ему как бы вообще, по-моему, насрать. Он такой встал такой. Я не понял, что за тело тут ходит вокруг меня. Что за дичь? Так, молодая кукурма. Молодая пшеница. А где-нибудь есть молодая картошка? Я вообще очень люблю молодой картофель. Он вкусненький такой, маленький, прикольненький. Лен мы заберем. Это по любасу. Так, пойдем, кстати, палки, палки. Вот оно, по-моему. Да, картофель. Картофель. Это значит, что мы сможем его посадить. Я думаю, что я прямо сходу не буду отсюда уходить. Потому что мне надо сделать кое-какие... А, приготовления, да. Мне надо будет сделать кое-какие приготовления. Сделать карту ту же самую. Для этого нам надо будет сделать печатный станок, как я понимаю. И, может быть, еще какие-то печи. Все это располагать на корабле. Да, мне предлагали бы в свое время расположить все это на корабле. Сделать такую передвижную базу. И, возможно, вы были правы. Возможно, так и надо было сделать. Сейчас мы бы не парились совершенно по поводу отсутствия у нас каких-то станков, материалов и т.д. А, господи, это заяц. Еще заяц. Картофеля мало. Но картофель мы с вами посадим рядышком с нашей базой. Я думаю, что даже буквально с одного кустика мы сможем вырастить уже много всего. Черноголовка. Высокая травушка-муравушка. Ну, хоть лен есть, и то радует. Это уже радостно. Молодой львиный зев. Слушайте, мне кажется, или здесь какие-то новые травы появились? Вообще, должно появиться много чего. И новый контент, вроде бы, какой-то должны были завести. Но главное, что должны были завести, должны были завести персонажей. Посмотрим, не зря ли я переехал на этот остров. Будет обидно, если зря. Ну, ничего, мы с вами имеем опыт путешествия. Если что, соберемся. Может быть, я даже... Опа-па-па-па. Может быть, я даже... Лук. Так. Шлем из медвежьей головы. Давайте заберем. Такого у нас еще нет. Сено. Вот сено надо взять. Потому что что-то я из него хотел сделать такое. Так. Палочки давайте возьмем. Вот это все нам пригодится. По-моему, здесь какой-то был неудачливый путешественник. Бедняга. Который здесь пытался сделать себе шалаш. Кстати, а может быть, он здесь и есть? Я просто, может, что-то не знаю. Сейчас мы его дом разберем нафиг. Такой. Приходится охота, а здесь вообще ничего нет. Он такой, черт, я столько времени строил этот шалаш. Где я буду жить во время бури? Хотя, с другой стороны, во время бури, учитывая то, что у него прямо с моря открытое пространство, я боюсь, что его сдует к фигням собачьим вместе с этим шалашом. И он ему не поможет. Интересненько. Вообще, на первом вот этом острове есть ли какие-то другие люди? Или я как Робинзон Крузо. Хотя, я бы не отказался быть Робинзоном Крузо, но только из фильма «Сеньор Робинзон», потому что там очень уж пятница симпатичная. И она там, в отличие от книжки, не мужик. Так, травушка-муравушка. Кстати, насчет травушки-муравушки. Давайте-ка мы веревку создадим. И вот эту штуку и создадим. Кстати, а это полный комплектный инструмент. Что такое полный? А, он из гвоздей девается. А как посмотреть? Во владении 0 можно создать 11. Кстати, некоторые изменения произошли все-таки. Да, я его все-таки создал. Использованный... Кстати, смотрите, урон начал прописываться. Очень неплохо. Очень-очень неплохо. Так, картофель. Так, подождите. Для семян. Давайте. Коробка. Походу, дело не дадут нам. Плетеная корзина. Ну, в любом случае, нам надо много чего сделать, для того, чтобы мы могли... Снова почувствовать себя нормальными людьми. И нам надо сделать очень-очень много всего. Сейчас мы пробежимся по побережью. Хотя можно было бы, наверное, и пролететься, посмотреть сверху. Но я никуда не тороплюсь. Я надеюсь, вы тоже никуда не торопитесь. Серии, к сожалению, будут не очень большие. Большие серии у нас только по Kingdom's Come. И по таким вот... Ну, если RPG-шки какие-то будут, сюжетные, то там будут большие серии. А здесь будем делать небольшие. Но зато... Интересные, я надеюсь. Хотя сейчас я снова как будто бы вернулся в самую первую. Когда я только-только очнулся без корабля, без ничего. Например, на таком же острове. Опа-па-па-па. Смотрите. Кажется, мы с вами уже что-то нашли. Причем много чего. Так, здесь волки. Может быть, их это... Бомбардировать? Что-то волки как-то себя очень странно... Слушайте, может, это собаки? Почему они хвостом виляют? Воют, но беззвучно. Видимо, воспаление глант у них. Тензелит, Ларингит или что-то типа того. Надо им Мермистина привезти. Ну, посмотрим. Вдруг вот в этой вот... На этой стене кто-то обитает. Вообще, такая стена уже была в игре. Так что ничего нового здесь вроде как нет. Там должны стоять пушки. Хотя, с другой стороны, может быть и нет. Может быть, здесь что-то поменялось. И сейчас, как меня начнут с этих пушек обстреливать, вот я поржу. Если выживу. Кстати, а что у нас там? Блин, почему же я все время не то? Немножко нажимаю. Так, лен у нас какой-то есть. Предельный аппарат у нас с вами есть. Предельный станок. Так что ткань мы с вами сможем сделать. Да у нас, в принципе, и ткань готовая есть. Да, это вот ровно все так же, как и было до этого. Хотя, подождите, нет. Нифига не так же. По-моему, лесенки такой не было. Пушечное ядро. Большая пушка. Ну и пустые, по ходу дела, бочки. Надо будет запомнить, что здесь у нас... Находится куча всяких ништяков. Так. Лучше бы пороха, конечно, завезли. От пороха я бы не отказался. Дан-да-да-дан, 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 дан-да-да-дан. Приземляемся. Хорошо, что эту... Кстати, надеюсь, они не сделали, что теперь эту штуку надо заправлять. Не, слава богу, не сделали. Слава яйцам. Кстати, интересно, а бур-то я вообще взял или не взял? Вот в чем вопрос. А вроде бы брал. По-моему, я видел, что бур-то есть. Так, минус еще один. Ну, хотя бы, смотрите, мясом мы на какое-то время обеспечены, пока картофан не вырастет. Потому что картофана, кстати, как-то очень мало. Ну, реально мало. Что у нас там, картофеля, получается, один кустик мы нашли. Ну, я, наверное, просто туплю. И он где-нибудь здесь нам попадался уже. Я просто его не замечаю. Наверняка. Но даже с одного кустика можно довольно-таки быстро вырастить большую плантацию. Так, 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 так. Ой, ой. Спи! А что у вас так до хрена? Нет, смотрите, они что-то вообще не нападают. Вообще грини не ловят. Кстати, знаете что? По-моему, произошли некоторые изменения с дробовиком. И, по-моему, он теперь начинает стрелять с какими-то задержками. То есть, если раньше он вообще как ненормальный фигачил. То есть, я бы сказал, что был полный вообще имбой. То сейчас вроде как имба, но такая. Уже не совсем имбовая. И это, наверное, радостно. Потому что я вообще в играх не люблю имбу. Конечно, бывают... Я люблю абузы, но не люблю имбу. Наверное, так скажут. Про меня некоторые мои подписчики. Хотя и абузы я тоже не очень люблю. Ребят, ну, пока здесь ничего нету. Пока здесь ничего нету. Ну, надо будет, наверное, построить что-то. Опа-па-па-па. Нам нужен печатный перец. Я правильно понимаю? Как я понимаю правильно? Так, уголь у нас есть. Кстати, кто-нибудь мне может сказать, зачем нужны вообще вилы? Вот зачем вообще, в принципе, нужны вилы? Траву, что ли, собирать вилами? Или чего? Или из травы сделать сено вилами? Непонятно. Так, вот этого Михаила Потапа еще надо тоже приговорить. Да ему вообще насрать на наше ружье. Он до последнего, до последнего не реагирует на нас никаким образом. Ну, и фиг с тобой, Михаил Потапа. Слушай, да это не волчий остров. Это какой-то медвежий остров. Мне кажется, я попал в Россию. Это русский остров. Назовем его остров русский. Потому что здесь живет очень много медведей. И, к сожалению, больше здесь, по-моему, ничего не живет. Хотя надо в центр острова еще слетать. Но сейчас мы обойдем его по кругу. Поглядим, посмотрим. Посадим картофанчик. Блин, кабанини. Не надо меня так пугать. Посадим картофанчик. Сажениц дуба. И слетаем в центр острова. Пёрышки для арбалета. Блин, я как-то уже отвык совсем от арбалета-то. А патронов осталось 27 штук. Блин, у меня на заднице такие метки оставались прикольные. Травушку тоже давайте соберем. Так, что у нас картофан? Картофан, картофаныч? Нету картофана картофаныча. И не только картофаныча. Много чего нету из того, что нам нужно. Я уже все совершенно забыл. Я забыл, из чего что у нас строится, что делается. Вот, к примеру, опять забыл, что нужно для того, чтобы сделать эту долбанную карту. Ну, в смысле, чтобы сделать бумагу и, соответственно, из нее сделать карту. Ну, печатный станок, как я понимаю. Главное, чтобы не надо было всякие печи делать. Потому что вот печи я делать не хочу. Мне лень. Кстати, подождите. А печатный я, может быть, уже могу? Кто-то скачет. Так, ладно. А теперь здесь нету такой кнопочки магической, которая позволяет... Хм. Которая позволяет открыть... О, подождите. Деревянный лук. А, это пила. Тиски. Слесарный верстак уже нам доступен. А карта? Карта! Нет, нет карты. Сцуки. Возможно, надо уголь в руки взять, тогда появится карта. Ясненько. Ясненько, что ничего не понятненько. Опять, опять придется все вспоминать. Что ж нужно для того, чтобы сделать печатный станок? Неужели придется делать все станки? Ну, не, не проблема на самом деле. Станки мы сделаем быстро. Остров. Да чтоб тебя! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. У тебя с вертолета. Это сафари с вертолета. Ну, хоть мясо раздобыли. Сейчас пойдем пожарим. Так. Можно, можно вот так вот летать. Но тогда мы не соберем никаких полезных ресурсов. С другой стороны, мы с вами быстренько сейчас построим печки. И свалим с этого острова. Ну, остров по понятным причинам мне не нравится. Я не люблю такие острова. Мне хочется найти что-то с интересным рельефом. Вот, все, корабль пришел. В смысле, мы пришли к кораблю. Сейчас пойдем картофель посадим. Один кустик. Ой, точнее, два кустика. Или сколько там? Три. Не помню, сколько семян получается с одного картофана. Хотелось бы побольше, конечно. Это что такое? Молодой чистотел. Это трава. Блин, ну дайте еще кустик картофеля. Пожалуйста. Позязя. Так, морковь. Подождите, а морковь? До этого я ее вообще сажал где-нибудь? Картофель есть. Уже не так грустно. Уже не так грустно. И еще картофель. Вообще не так грустно. Сейчас мы здесь быстренько сделаем себе грядочки. Но это будет наш такой полевой лагерь. Полевой лагерь, на котором мы будем... Ну, сделаем здесь какие-то примитивные станочки. Может быть, что-то типа того. Давайте возьмем лопату. Благо, что у нас она есть. Выровняем здесь небольшую поверхность. Кстати, смотрите, грязь стала меньше. Блоки грязи стали меньше по размеру. И, наверное, это хорошо. И хорошо, что у нас есть сразу с вами каска. И сразу с вами есть нормальные инструменты. То есть мы, во всяком случае, настолько назад не отброшены, как могло бы оказаться, если бы мы не потерпели кораблекрушение. А, к примеру, начинали вообще заново. Ну, условно, мы, конечно, и так заново начали. Так, отлично. Значит, можно здесь посадить картофель. Давайте сделаем семена. Подожди, где у нас картофель? Разбить. Девять кустов у нас получится, как я понимаю, да? А где семена-то? Вот они. Ну, что, поехали. На шифте, как обычно. Сейчас здесь грядочку посадим. Надо обеспечить себя едой и всем необходимым. У нас, конечно, мясо в вагон. Но картофель это та штука, которая... Ой, которая... Да, здрасте, приехали! Я, что, уничтожил что-то? Очень может быть. Ладно, пойдем зарядим нашу печурку на нашем бедном, бедном побитом корабле. Зарядим нашу печурочку. Так, 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 так. Ну, во-первых, кстати, не только печурку. Давайте... Так, это у нас... Что это у нас? Ткацкий станок. А вот это у нас предельный станок. Так. Недавно создана. Рекомендуемый... О, смотрите, рекомендуемый есть. Жалко, нельзя сразу больше заказывать. Было бы супер. Так. Мясо, мясо, мясо. Жареная рыбка, кстати, есть. Взять все. Ох ты, е-мое. Прям дофига. Прям дофига у нас тут всего-то есть. Мясо-то вы видели вообще, сколько у нас мяса? И... И куда я буду все это девать? А, сырое... Кстати, интересно, они добавили возможность... Нет, они добавили возможность стакаться. Сразу на лету. Было бы очень прикольно, если бы оно стакалось. Вот вы бросаете, оно сразу стакается. Я голодаю. Я голодаю. Нет, ты не будешь голодать. Мы сейчас быстренько перекусим. В смысле не готов? Не готов жрать, что ли? Все, я не хочу есть. Отлично. Значит, что еще? Здесь можно сделать у нас кожи. Хотя кожи у нас вообще дофига. По-моему, кстати, по-моему, кожа и уголь могут... А, уголь-то... Вот ведь поворот. Угля-то у меня нету. Так, отставить. Угля-то нету. Ребят. Или есть? Я надеюсь, что хоть чуть-чуть угля у нас есть. По-моему, карту можно сделать из угля и кожи. Вот что-то мне такое подсказывает. Что-то... Откуда-то у меня такая вот уверенность есть. Создание. Рекомендуемое. Вот, рекомендуемое теперь появилось, да? Смотрите, приводной ремень уже открыт. Отлично. Кстати, зачем, интересно, нужна деревянная ложка? Игла нам одна понадобится для того, чтобы сделать... Что-то там... А, для того, чтобы ткацкий набор сделать. Точно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что я хотел? Карта. Хрен. Хрен. Хрен там плавал. Так, значит, кузница без топлива. Рекомендуемое. Это у нас все есть. Давайте сделаем тогда вот этот вот углевыжигательная печь. И нам нужна будет кузница. Значит, мехи. Мехи, наковальня. Мехи и наковальня. Вот, наконец-то, ребята. Наконец-то просто кликаешь по тому предмету, который нужен. И сразу появляется рецепт. Боже, как нам этого не хватало раньше. Спасибо. Спасибо, уважаемые разработчики. Вы просто молодцы. Итак, давайте мы с собой слиточки возьмем. И, блин, Клинтон. Ткацкий набор. Так, 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 так. Пряжа, подождите. Откацкий набор. Швейный набор. Нет, подождите. Набор для шитья. Да что ж такое-то? А, подожди. Может быть здесь просто? Набор. Шитья. Что-то, что-то я чувствую себя обманутым. Вот он, набор для шитья. Создать. И у нас появилось, кстати, дофига нового крафта. Вывеска кузница, вывеска кузница. Кстати, перевод тут вроде как появился. Новый, да? Металлическое хранилище. Вообще, интересно было бы посмотреть, что конкретно нового сюда добавили. Было бы, наверное, очень неплохо. Это все взять. Подожди, а новое мы приготовить не можем. Конечно, овощной супчик можем забабахать. Жареное мясо. Так, а, ну, чтобы жареное мясо приготовить, надо, наверное, его взять сырым. Отсюда. Так, давай, жареное мясо. Подожди, сырое мясо. Жареное мясо пока сюда. У нас есть еще картофанчик. У нас есть еще куча шкур. Куча всяких ништячков. Подожди, ткацкий станок. Вот пряжу давай отсюда заберем. И ткань мы из нее сделаем. Вдруг она нам пригодится. Всего три штучки. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну что, наверное, надо пойти поспать и сделать с утречка парочку печечек. Кстати, обратите внимание, вот такая вот фигня теперь есть здесь. Нельзя остановить сон просто в любой момент, когда тебе хочется, похоже. Да, то есть никак невозможно воздействовать на сон. Мне это, кстати, не очень сильно нравится. Но это, судя по всему, сделано для того, чтобы можно было в сетевой игре теперь спать. Это действительно теперь можно сделать, ребят. Это, наверное, все-таки супер. Это супер замечательно. Давайте сюда вот пока шапочку эту положим. Еду пока вниз сложим, чтобы было понятно, что у нас и где, и как. Мешочек. Давайте посмотрим. Мешочек для трав. Ткань нужна или кожа? Ну, и того, и другого у нас много. Кстати, смотрите, у нас есть удобная теперь такая дындочка. По-моему, замечательно. Создание, создание, создание. Нам нужен мешочек, да? Мешочек. Подожди, мешочек для золота. Мешочек для трав. Слушайте, мешочек. А, точно, здесь же золотые монеты теперь добавлены. И, 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 и. Так, кстати, значит, вот сюда. Это все можно теперь туда закинуть спокойно. Уголь есть. Ну что, пойдемте, пойдемте с вами сделаем печи. Посмотрим, как там чувствует себя наша картошечка. Картошечка себя чувствует прекрасно. Ну, и где-нибудь здесь мы с вами поставим кузницу нашей печки. Надо, надо еще чуть-чуть подровнять здесь. Ой, грибочек случайно ушел. Бедный грибоед, наверное, в шоке. От того, как мы обращаемся с грибами. Нам надо сделать пар, пар, парочку, парочку печей. Все, выровняли. Вот это дерево отсюда. Так, стоп, отставить. Мне больше пилой нравится пилить. Звук очень такой эротичный. Прям-прям замечательный. И пенек сразу нафиг. Заодно у нас, кстати, появится с вами бревна. Давайте мы с вами сейчас распилим его. Возможно, кстати, если мы сейчас сделаем доски, то у нас появятся еще разные другие крафты. Доступные. Все это, понимаете, когда ты играешь уже долгое время на лейте, так сказать, уже совершенно все по-другому становится. То есть ты забываешь элементарные крафты, которые тебе, в принципе, особо не нужны были, да, уже. Вот, ты о них забываешь. И это печаль. Это печаль, потому что ты не знаешь, как сделать элементарные вещи. Рекомендуемые. Была бы еще здесь возможность какую-нибудь... Так, подожди. Здесь лесарный верстак, тиски. Окей. Половильная печь без топлива. Прялка. Во, печатный пресс. Вот что нам надо. Все остальное идет лесом. Замечательно. Создание. Ничего не поменялось. Сука. Ребята, как, 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 как вообще? Я не помню. Я не знаю. Из чего там делается долбанная бумага? Теоретически из дерева. Дерево у нас теоретически есть с вами. Господи. Я ничего не помню, ничего не знаю. Отстаньте от меня. Давайте кожу с собой возьмем на всякий случай. Блин, у нас, у нас куча всего есть. У нас есть с вами ткань. У нас есть с вами ткань. У нас есть с вами ткань. Да, это я уже повторяюсь. Так, у нас есть с вами кожа. У нас с вами есть... Что у нас с вами еще есть? По-моему, ткань... Да, ткани у нас дофига. О, стеклодувная трубка. Это тоже нам пригодится. Пускай это тоже будет... Нет, вот так вот. Пёрышки пускай ниже будут. Инструменты должны быть на самом верху. Вопрос на засыпку. Как делать бумагу? Я опять, опять все забыл. И вообще, надо ли нам это? Так, рекомендуемое. Здесь вообще ничего нету. Бумага. Бум-бум-бум-бум-бумага. Зараза. Грини в шоке. Я опять все забыл. Ладно, ребят, я думаю, что в следующей серии мы все это вспомним. Сделаем, наконец-то, карту. И отправимся путешествовать по другим островам. Искать наш любимый остров с березками. И сразу же уже строиться. Я буду строиться по-другому. Я буду сразу строить вот от побережья и наверх, наоборот. То есть, не так, как было до этого, а вот снизу вверх. Как-то так. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если это так, то ставьте лайки. Комментируйте видео обязательно. Чем больше комментариев и больше лайков, тем больше хочется снимать продолжение. Я думаю, что мы снова вернемся к довольно-таки частым сериям по Айленду. Хотя, с другой стороны, я собираюсь еще в ближайшее время начать снимать Арму снова. Потому что открылся потрясающий сервер. Но вы, кстати, уже увидите, скорее всего. Возможно, что вот вчера относительно этого ролика будет стрим по этой Армии. Ну, наверное, он получился. Так, а лень из будущего. А лень из будущего. Не в курсе. Как-то так. В общем, ребята, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok